здравствуйте в этом видео я вам расскажу как получить у замиакулькаса много новых листьев как нарастить такой мощный большой цветок за короткий период возможно ли это многие спрашивают в комментариях пишут что они выращивают замиакулькас много лет и выдает максимум одну-две веточки за год это конечно поразительно в связи с тем что данный цветок который вы видите на экране я вырастила за три года и в данный момент здесь более 20 новых листьев которые постепенно вырастали нарастали новые клубни и естественно новые листья именно от выращивания зависит как у вас будет дальнейшем расти замиакулькас ведь все зависит только от вас замиакулькаса вообще не быстро растущие растение она растет годы если ничем не подкармем то естественно будет маленький хиленький будут мелкие листочки никогда не будет больших крупных листьев естественно не нарастут большие клубни от чего зависит прирост новых листьев первое и самое важное для замиакулькаса это микроклимат если у вас домашних условиях очень холодно то он просто перестает расти корневая система не развивается совершенно клубе тоже не развивается и не становится крупнее наладить можно только если поставить в очень хорошее солнечное теплое место главное не обжигающие солнце у нас например в сибири через окно весенний период бывает такое солнышко прямо обжигает и я даже вижу что листочки начинают у нас желтеть поэтому я приняла для себя такое решение что лучше для замиакулькаса у меня полутень то есть он стоит у меня в углу окна где солнышко утром нет такое сильное после обеда она переходит другую сторону то есть как раз на не обжигающем окне в летний период я перевожу замиакулькас в открытый грунт он не стоит либо на газоне также его переношу в беседку то есть микроклимат ему нравится воздух у нас не сильно влажные в сибири а потому что нет нас не морей немного рек то есть мы живем в городе и даже дальше у нас практически возле города то есть влажности такой сильный нет и примерно концу августа я перевожу его обратно в домашние условия да он в эти периоды у меня сильно стрессует перестает выдавать новые листья но это буквально на 2-3 недели можно с этим просто смириться а в дальнейшем он круглый год растет если замиакулькас у вас растет в прохладе то ждите что не будет никакого прироста поэтому первым делом налаживаем тепло для нашего замиакулькаса для того чтобы было ему тепло поставьте самую теплую комнату если вы допустим проживаете например в доме либо поставьте поближе туда где вы топите печку в квартирных условиях это создать намного легче потому что у нас в летний период в основном там 25-30 градусов в квартире очень душно иногда даже но замиакулькаса это тоже нравится самое главное вовремя поливать поэтому создаем микроклимат чтобы было ему тепло второй момент что влияет на прирост это горшок горшок должен быть обязательно очень очень тесный для того чтобы он начал его действительно распирать посадите самую тесную емкость то есть если вы сажаете клубенек в горшок и прям буквально где-то сантиметра полтора максимум 2 от горшка максимум может быть место то есть для того чтобы далее куда-то ему расти если посадить большой объем он будет очень долго наращивать хорошую корневую систему пока корневая не заденет стенки данного горшка и только потом наращивают он клубень клубенечек тоже задевает стенки горшка между собой задевается и тогда выдает только новый лист но это очень очень долгий процесс поэтому берем тесный горшок по размеру своего цветка у меня растет замиокулькас в разных горшках я могу точно сказать что разница очевидна где у меня клубень более крупные растет в тесном горшке он выдает постоянно новые листья что замиокулькас зензи что черный что даже варигатный а ну простой он просто постоянно вообще выдает новые листья если взять например к примеру простой горшок где не тесно замиокулькасу он у меня стоит на месте даже если я его подкармливаю иногда с азотными подкорками он все равно будет стоять на месте то есть азот здесь не поможет здесь нужно наращивать мощную прям огромную корневую систему это тоже долгий процесс поэтому делаем вывод горшок должен быть очень тесно для нашего замиокулькаса третий момент это грунт тот конечно большое количество споров какой грунт нужен для замиокулькаса кто-то даже использует кору кто-то использует песок кто-то добавляет биогумус кто-то там много 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 вообще вариантов но я тоже сделал для себя вывод у меня все цветки растут именно в торфе верховом раскисленном и замиокулькас тоже просто в эти моменты я добавляю допустим при пересадке древесный уголь это обязательно для замиокулькаса потому что древесный уголь он работает как антисептика если вдруг у вас начинает болеть корневая система либо клубе в этот момент помогает как раз антисептик древесный уголь также добавляю сюда немного биогумуса и добавляю перлит самое важное для замиокулькаса это воздуха и влагопроницаемый грунт чтобы вода ни в коем случае не застаивалась чтобы корневая система спокойно развивалась то есть развлеклялась по самому горшку чтобы клубню было спокойно и конечно очень мягко чтобы не было твердо чтобы не было никаких комочков если вы будете пересаживать то естественно если будут какие-то камни то можно клубе в этот момент повредить поэтому я вам рекомендую самостоятельно составлять грунт для замиокулькаса торф верховой плюс биогумус немного можно брать какие-то улучшители грунт у меня большое количество на канале также можно взять биогумус древесный уголь и немножко перлита и на дно обязательно дренажные камни это просто без исключения потому что без дренажных камней замиокулькас он застаивает воду внизу корневая система начинает гнить и все дойдет до клубни я согласна с вами что может быть мой грунт в ваших условиях не так подойдет именно вашему цветку потому что все таки у всех абсолютно разный микроклимат у нас не может быть с вами одинаковой температуры в квартирах даже не может быть одинаковой воды потому что у нас у всех вода точно разное подается с разных источников то есть абсолютно все разное поэтому вы можете подобрать самостоятельно для своего цветка тот грунт который подойдет для вашего микроклимата для вашего полива температуры возможно просто цветку наоборот все понравится поэтому экспериментируйте если у вас есть для этого цветы если конечно нет то рекомендую выбирать всегда проверенные у меня тоже есть большое количество видео там где я говорю про грунт у меня всегда практически одинаковым максимум что я меняю это состав допустим биогумуса либо улучшителя но древесный уголь и торф и биогумус обязательны четвертый момент как правильно поливать замиоколькос то тоже очень много споров потому что все поливают по-разному многие пишут у нас на работе стоит замиоколькос и мы поливаем один раз в месяц это вы поливаете один раз в месяц и возможно кто-то прошел и еще один раз его полил вы об этом возможно не знаете потому что он стоит у вас на работе но в домашних условиях если только вы занимаетесь цветами это отслеживать очень прям хорошо то есть вы можете сами отслеживать даже составить некий график полива все зависит от вашего микроклимата если у вас дома очень жарко и все-таки нету полутени для замиоколькос и и постоянное солнышко то естественно у вас грунт пересыхает намного быстрее если например вы допустим хотите поливать намного реже то нужно убирать в полу тень тогда будет полив намного реже потому что влага больше сохраняется но если вы ставите свой замиоколькос полутень и у вас более прохладно дома тут тоже будет другой полив поэтому многие спрашивают в комментариях как правильно поливать замиоколькос сколько раз в неделю либо в месяц точного ответа вы не дождетесь потому что у всех опять повторюсь разный микроклимат именно от этого все зависит как я поливаю свой замиоколькос и если он у меня стоит в домашних условиях дома он у меня стоит в полу тени и полив идет в среднем 1 раз в 7 дней по чуть-чуть я не заливаю ни в коем случае свои цветы замиоколькос если я подкармливаю также будет один раз в 5-7 дней это в среднем можно делать каждый полив подкормку замиоколькос он вообще прожорливый не обязательно поливать его через раз есть другой вариант когда я привожу его на дачу он у меня стоит на открытом грунте я поливаю практически каждые два дня там грунт пересыхает моментально и даже поливаю его обильнее чем в домашних условиях потому что сухо постоянный ветер пересыхает намного быстрее солнышко намного больше и приходится естественно больше поливать поэтому как правильно поливать именно вам вы должны решить самостоятельно я могу вам сказать что при подкормках мы поливаем примерно 200 грамм на горшок 2 литра это максимально если при сухом грунте если у вас был полив допустим 7 дней назад тот даже на 2 литра можно поливать 100 миллилитров если у вас горшок 10 литров можно поливать около полулитра даже максимум до литра все смотрите на ваш грунт возможно внизу грунт у вас будет влажный потому что большом горшке муж точно не знаю какой у нас грунт а как проверить сухо ли у вас в горшке либо нет берем втыкаем указательный палец на уровне клубня и как раз прощупываем температуру можно прощупать и влагу и вы поймете даже как у вас выглядит ваш клубень если он такой тверденький то все прекрасно все делайте правильно но таким способом пользуйтесь очень редко есть даже специальные палочки для как раз уровень влажности кому интересно поищите на зоне и в алберсе следующий момент и какое должно быть освещение солнышко для нашего любимого замиокуркаса но смотрите в летний период у меня даже стоял на газоне целыми днями ему все нравится и выдавал большое количество листьев это действительно так но для этого нужно его приучать к активному солнцу если вы например маленький замиокуркас поставите под мощную лампу он тоже покажет вам почернением таким даже сухими листьями то есть ему будет сильно жарко поэтому для более молодого замиокуркаса рекомендую лампу не более 34 35 ватт там есть 24 ватт то есть именно вот такие лампы если у вас нет прям солнечного окна если солнечное окно ставьте в уголок чтобы не сильно обжигали листья на солнышко потому что он начинает болеть и возможно даже может пойти в гниль именно почернение самого листика дает почернение на сам клубень и корневую систему можно ли большой замиокуркас поставить куда-то в угол где нет вообще солнце ну как показывает практика у многих стоят в углу замиокуркас и ему в принципе нравится но со временем что будет с данным цветком у него ссыхается клубенек делать такой сморщенный корневая система может отмирать в этот момент и постепенно замиокуркас начнет чахнуть не за месяц конечно но за время у многих стоят просто в углу но есть доступ солнышко то есть лучи солнца все равно проникает как раз на листву и замиокуркас получает должное освещение есть и такой вариант но все таки я как вот выращивала самостоятельно мне нравится именно полу солнца замиокуркас доволен нет обжигающих листочков нет как раз гнили от того что начинает болеть и спокойно растет если у вас нет такого угла полутень а только обжигающее солнце что делать в этот момент если у вас именно обжигающее солнце из окна поступает даже вниз можно поставить возле окна куда-нибудь в уголок поэтому в этот момент тоже ищем подходящее место многие пишут что это не их цветок нет это совершенно такого не бывает просто таскайте как говорится из комнаты в комнату и найдете ему то место где замиокуркасу понравится у меня раньше замиокуркас рос и в детской комнате выдавал большое количество листвы потом там был ремонт и буквально на один месяц я перенесла его к себе в комнату он там перестал расти но не понравилось ему там окно поэтому я перенесла его обратно и теперь он там растет с бешеной силой следующий момент как добиться большой хорошей листвы и вырастить огромный куст с маленького листочка возможно ли это прежде чем выращивать из листочка большой цветок давайте начнем с самого начала листок укореняется на эту ход максимум ну два месяца появляется клубенечек примерно с мизинец с ноготок и в дальнейшем нужно его кормить я использую естественно стимуляторы без стимуляторов клубе не нарастить вообще никогда он будет у вас сидеть на одном месте и пока сам не вырастет примерный срок выращивания клубенька до первого листочка еще два-три месяца стимуляторы это и пин по листу циркон по листу поливать листочек с монокалием фосфат плюс янтарная кислота плюс биогумус дозировки что спросите у меня в комментариях далее поливаем один раз в 5-7 дней курсом до 3-4 раз далее прекращаем можно поливать по листу то же самое то есть опрыскивать по листу с монокальным фосфат янтарка хорошо стимулирует прирост именно клубенька это делается для того чтобы нарастить клубень примерно через два-три месяца когда мы с вами наращиваем клубень он становится примерно с большой ноготок большого пальца если это не наросло у нас продолжаем кормить с монокалием фосфат но помните монокалий фосфат он прям старит корни так что часто мы его тоже не используем заменяем на аминокислоты тоже есть большое количество видео с аминокислотами у меня выбирайте любые очень нравится замиокулькусу аминокислотные подкормки плюс можно добавлять обычный биогумус подкармливаем далее можно подкормить два-три раза с гуматомония и только потом у нас выйдет первый листок на это уходит примерно около трех месяцев чтобы появился первый листочек от нашего маленького листа уходит примерно ну как раз три-четыре месяца от посадки самого листа если например вообще ничем не кормить может сидеть до года и не выдавать никакой новой листвы что делать далее далее когда мы нарастили клубенек пересаживаем в объем немножко побольше и начинаем кормить опять тем же самым монокалий фосфат аминокислоты можно фосфорные подкормки можно отдельно калийные подкормки можно гумат калий можно также янтарную кислоту можно аминокислоты то есть подкармливаем опять клубенек когда пересадили допустим в 200 миллилитров стаканчик что мы делаем далее ждем когда нарастет у нас клубе в этом стаканчике и только потом опять применяем гумат аммони для новой для нового листочка чтобы выпустил этот клубенек второй листок и так далее все делаем по кругу подкормки можно периодически менять и составлять именно для своих цветов следующий момент можно ли поливать маленькие замиокулькасы с органическими удобрениями если у вас маленький ослабленный цветок то не рекомендую потому что органику прекрасно принимают более большенькие растения которые имеют уже около пяти семи хороших веток это говорит о возрасте нашего замиокулькаса если у вас молодой замиокулькас пока повремените и не применяйте ту же самую луковую шелуху дрожжи пока не нужно все свои цветы я люблю выращивать на органических удобрениях у меня огромное количество есть различных подкормок поэтому я их применяю цветку нравится но единственный момент что всегда просушиваю полностью прям до сухоты грунт замиокулькасе можно даже после например органики не поливать около 10 14 дней чтобы полностью просох у меня есть и видео где я поливаю с дрожжами данный цветок прекрасно реагирует и луковый шелуха чесночный настой по листу это все как рабочие стимуляторы но не мощные я их применяю в основном как дополнение к основным подкормкам можно ли применять органические удобрения для взрослых цветов конечно можно периодически между даже поливами с основными подкормками но по чуть-чуть это тоже важный момент если вы будете прям заливать целый литр туда вливать даже 10 литровый горшок то ни к чему хорошему это не приведет органику всегда применяем дозировано много не нужно любые цветы всегда поливаем с органикой аккуратно и самый важный вопрос чем поливать змея кулька чтобы он растил много лист вы создавайте эликсиры создавайте те подкормки которые подходят именно вашему цветку вот в данном случае я подкармливаю гуматомония 2 миллилитра плюс янтарная кислота 0 2 грамма и плюс биогумус 5 миллилитров подкормки делаю один раз в две недели и выдает новую листву как влияет гуматомония на варигатный если подкармливать но очень часто то варигатность пропадает ну она не пропадает до конца но бывает выдает новые листочки именно не варигатные что касается простого змея кулька со смело делайте курс 3-4 раза после того как нарастили клубень как нарастить клубень если он вас очень маленький вы только пересадили берем тоже волшебный эликсиром и создаем самостоятельно берем монокалий фосфат а 2 грамма плюс биогумус 5 миллилитров плюс корневин 1 грамм и поливаем один раз далее меняем корневин допустим на аминокислоты и делаем курс 3-4 раза далее делаем небольшой перерыв и поливаем снова с какими-нибудь стимуляторами опять монокалий фосфат можно взять даже энерген окна можно брать его стимуляторы циркон и подобный и все поливаем заново под корень проходит примерно два месяца как мы с вами на нарастили именно корневую систему нарастили сам клубень и потом применяем гуматаммония и тогда у нас идет прирост новый хороший листовой массы листочки нарастают и самое главное поддержание данных листочков чтобы они у нас не завяли они испортились ничего с ними не случилось делаем им хороший микроклимат теплую погоду желательно не обжигающее солнышко и налаживаем постепенно полив если соблюдать все эти этапы то вы получите очень хороший результат нарастет у вас целый лес там большое количество листьев узами а кулькаса клубни все будут здоровые корневая система будет разветвлена и будете пересаживать каждый год в более больший объем ваш любимый цветок но на сегодня это все пишите в комментариях ваши вопросы постараюсь ответить как можно быстрее я все еще на даче продолжая сбор томатов на семена замя кулькаса у меня как раз равен еще есть на продажу есть несколько листочков варегатного но там уже остатки если что пишите я вам отвечу скину фото что осталось на продажу всем спасибо и до новых встреч